Криворожский завод горного машиностроения Кредиторам и арбитражному управляющему и даже правоохранителям, невзирая на решение судов про доступ к их имуществу. А все это время по ночам вывозили резанные на металлолом станки и оборудование, арестованные по суду. 10 марта 2015 года кредиторам удалось попасть в цех, где должно было храниться их оборудование на миллионы гривен. Все время их сопровождала бдительная охрана собакой и золотых львов черной сотни. Украдено было все, но не все еще было срезано и вывезено. Была произведена опись и фотодокументирование остатков имущества, которое должно было охранять черная сотня. Тот, что уничтожается завод и превращается в руины золотые львы черной сотни, не видеть не могли. Завод, который мог бы ремонтировать даже бронетехнику, на глазах псевдопатриота уничтожался дотла. Вот это был закрыт и был целый, да? А когда, значит, на какой момент он еще был закрыт и был целый? Когда мы были здесь, в марте, да? В марте месяце. Он был еще... Как огурчик, да? 4 июня 2015 года арбитражные управляющие милиции с прокуратурой попытались снова зайти, но бдительная охрана отказалась открывать двери. Тогда милиция перебрала через высокие заборы и оказалось, что охрана куда-то испарилась, даже не допив горячего чая. Охрана торопилась так, что забыла уничтожить все журналы вывозов металла по ночам со всеми номерами машин и кличками подельников. Каково же было удивление кредитуров и арбитражного управляющего, когда они смотрели первый главный цех, в котором еще 10 марта что-то оставалось. Сейчас не осталось даже окон. Застекленные рамы, да. Еще в марте месяце мы искали, куда войти, да? Да, как войти, вот эти ворота, тут мы пытались их сдвинуть с места. А сейчас нет ни ворот, ни фрамух, ничего. Донецкий аэропорт, говорю. А, когда там на камне не осталось, да? Да, 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 съемки. Можно снимать. Вообще ничего нет, даже... Вообще ничего нет. Там у нас, там оставался на полу лежащий, по-моему, кран. Да, кран оставался, еще камеры там оставались. Вот, еще тут пару кранов, по-моему, было. Тут стеллажи были, по-моему, тут какой-то металлический ящик такой был здоровый, да? Да, 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 здесь еще было. Тут еще стеллаж, чтобы не вывезли. Ликоносборочный цех, первый, самый большой на заводе. Здесь выпускалась продукция, как я говорила, СБШ. Вот этот пролет, большой сборка СБШ, УСБШ. Здесь пролет сборки, погрузочные машины, ПКУ, ПКШ. И также УБШ-каретки, которые мы отправляли и за границу, и по всей Украине. И в Кривомроге их у нас покупали. Короче, продукция очень ценилась наша. Сейчас, как вы видите, разоренный цех, где производство вообще полностью уже восстановить невозможно.